В нашей стране спорт динамично развивается. Широко распространены такие виды, как футбол, волейбол, бокс, кураж, шахматы, теннис, тяжелая и легкая атлетика. Организованная по идее глава нашего государства Олимпиада пяти инициатив способствует широкой популяризации физической культуры среди молодого поколения. В ходе презентации рассмотрены предложения по развитию массового спорта, этноспорта и гимнастики. В частности, предлагается расширить программу Олимпиады пяти инициатив с 9 до 12 видов спорта и впервые провести ее и среди лиц с инвалидностью по пяти видам спорта. Международный турнир наездников, проводимый ежегодно в преддверии праздника Навруз в Сурхандария, предлагается проводить и в других регионах страны. Для развития потенциала единоборств во всех спортивных школах предусматривается открытие секции рукопашного боя. Как известно, 25 мая 2022 года было принято постановление президента о мерах по популяризации развитию этноспорта. В нем, в частности, определено проведение раз в два года международного фестиваля этноспорта в городе Хеве. Первый фестиваль намечено провести 7-10 сентября текущего года в Ичан-Кале. В его рамках пройдут народные игры, спортивные соревнования, ремесленнические выставки, праздник, дыни, чемпионат по приготовлению плова и театрализованные программы. Глава государства дал указание тщательно подготовиться к фестивалю, создать все удобства для участников и туристов, открыть парк международного этнофестиваля в городе Хеве. В соответствии с постановлением президента от 23 декабря 2022 года проводится большая работа по развитию гимнастики. В частности, в городах Нукуси, Самаркандии и Фергане организуются центры по гимнастической подготовке, которые считаются специализированными спортивными образовательными учреждениями, выпускникам которых будут выдаваться дипломы тренера и селекционера. В настоящее время разрабатываются проекты строительства, реконструкции и оснащения зданий для данных центров. Эти спортивные учреждения начнут работу с 2024-2025 учебного года. Глава государства отметил необходимость внедрения в этих центрах самых передовых методик подготовки спортсменов, развития, диетологии, создания учащимся удобств для посещения занятий. Если говорить об Олимпиаде пяти инициатив, это дало возможность, объединив усилия, как финансовые, так и человеческие ресурсы, увеличить в разы участие от Махали, сектора, района и республики, не только в 11 видах спорта, но и с этого года. А мы довели эту цифру до 4 миллионов детей, которые уже сегодня, с марта, апреля, мая, участвуют в спортивных мероприятиях по направлениям дополнительно национальный кураж. Мы подключили это и по пяти направлениям параолимпийского движения, а также, начиная с Махали и секторов гимнастрады, где в каждой Махале наши девочки были обеспечены спортивным инвентарем. То есть мы добавляем новые и новые направления. Одним из новых направлений стало и соревнования или фестивали по профессиональному мастерству. Кроме того, руководителям страны заслушаны направления, которые исходят из восстановления от 23 декабря по развитию спортивной и художественной гимнастики в нашей стране. И на сегодняшний день мы подготовили проект правительственного решения по созданию впервые в трех областях региональных центров, это в Самарканде, в Нукусе и в Фергане, по гимнастике, в которой на постоянной основе будут проходить обучение, будут заниматься спортом, начиная с первого класса по одиннадцатый класс, одаренные гимнастки, которые будут собираться в одной этой школе. Отдельным моментом было отмечено главой государства питание. Главой государства были заслушаны презентацией по запланированному в сентябре месяце в Хиве на территории Ичан-Калы впервые международного этнофестиваля, в котором планируется участие более 60 стран под эгидой Международной конфедерации этноспорта. И место, выбранное в Хорезме, в Ичан-Кале, где есть инфраструктура, более 60 гостиниц, где есть все возможности для демонстрации наших дарбозов, национального куража, богатырей и так далее. И в рамках этого этнофестиваля будут не только мероприятия, чемпионаты по различным видам, но и дополнительно целый ряд мероприятий, которые будут связаны с ремесленничеством и другими направлениями. Продолжение следует...